спасибо за крутой ответ про газлайтинг все в точку так воспитали мудителя что всегда чувство все нормально а я нет все нормально и нет окружающие естественно закрепляли во мне это видео мое поведение все верно все верно роман и главное если ты поймешь что такое когда тебя любят когда тебя ценят когда тебя уважает и партнерские отношения все вот когда ты точно это поймешь ты будешь это требовать от людей если человек это не выполняет ну ты помнишь да магическая фраза пошел вон очень важно я говорю это не по это вот эта фраза пошел вон когда ты ее применяешь тебя может голове прийти мысли как ты смеешь так говорить ты вообще должен быть добрым ты должен быть моральным там хорошим как только у тебя вот это включается тоже манипуляция ты ними ты вообще ты не должен по отношению к человеку который тебя не любит не ценит не уважает и нет партнерских отношений ты не должен этого чеку ничего вообще ничего ни капельки никакого ресурса просто пошел вон. Все. Это очень важно. Ты ничего не должен. А родители еще могут сказать так. Роднулечка моя, ты же как ты можешь меня послать? Я же родитель. Если родитель не любит, не ценит, не уважает, нет партнерских отношений, пошел вон. Все. Как только родитель превращается в такого человека, это просто человек. Это не родственник даже. Все. Если родители не относятся к ребенку, любят, ценят, уважают партнерские отношения, если этого нет, это не родитель. Это человек, который какает, которого ты больше не знаешь. Этого человека в твоей жизни нет. Кто-то может сказать, Дима, конечно, их можно простить, работать с обидой. Правильно, простить надо, работать с обидой. Но если его поведение не меняется, просто прими этого человека, что он такой и пошел вон. Все. Есть люди, которые, конечно же, все равно продолжают общаться с такими людьми, но это тоже их право. Нет такого запрета. Я не говорил о том, что надо всех посылать. Но просто есть тебе некомфортно, тяжело. Сначала свои границы. Поправь, создай свои границы. И потом общайся с родственником. Но если ты видишь, что он твои границы попирает, ты говоришь, не надо так делать. Он продолжает это делать. Ты опять говоришь, не надо. Он продолжает это делать. И ты говоришь, пошел вон. Все. Вот если вот это ты поймешь, в твоей жизни этого станет намного меньше. Когда ты поймешь, что есть люди, которые любят, ценят, уважают партнерские отношения, но не к тебе, а к другому человеку. Это же самый человек к тебе. А ты пойми, такие люди есть. Те же самые абьюзеры. Где-то там маршрутки, которые тебя там уничтожал. Да, там папка, мамка уничтожал. Это же самый абьюзер там маршуточки. Ой, извините, а вы могли бы передать 5 рублей? То есть сознательно все-таки он это делает. Сознательно. Он же сознательно вот эти 5 рублей там передает маршрутке. Или там 25 рублей. Он это делает головой. Своими мыслями, да? Своим телом. Но в то же самое время он приезжает к тебе и уничтожает тебя, намеренно уничтожает. Он тоже мог бы представить, что он маршрутки, но он этого не делает. Вот как только придет отношение, что к тебе он относится вот так, а к другим вот так. То есть других он любит, ценит, уважает, а тебя нет. А ты ему говоришь, я так не хочу. Я хочу, чтобы по-другому было. А он говорит, не хочу. А ты говоришь, пошел вон. Все просто.